Детство под флагами непризнанных ЛДНР или российского триколора. За 7 лет самопровозглашенные власти на Донбассе и в Крыму взрастили на пропаганде и милитаризации новое поколение. Украина не отставляет попыток интегрировать молодых людей с неподконтрольных территорий. Подробнее в нашем материале. Игры на военных полигонах. Дети, проживающие на территории Ордло, перешли на новый стандарт обучения по программе российских школ. Не первый год там проходят и уроки патриотического воспитания. Считать это поколение потерянным – большая ошибка, считает крымская правозащитница Ирина Седова. Гражданское население, которое нуждается в нашей защите, нуждается в защите государства, нуждается в защите гражданского общества. И огромную роль гражданского общества и украинского государства заключается в том, чтобы защитить этих людей, и особенно детей и молодежь, которые наиболее страдают от этой войны, оккупации. И здесь проблема заключается в том, что война – это не только стрельба на линии разграничения, это еще и информационная война. Этот парень – крымчанин. Своё настоящее имя он попросил не называть, как и не показывать своё лицо. Три года назад он поступил во Львовский политехнический институт по образовательной программе для абитуриентов из Крыма и Донбасса. Говорит, узнал о такой возможности случайно, поскольку на оккупированном полуострове о возможности получения образования в Украине не говорят. В крымских школах нам вообще не говорят, что вы можете поступить в Крыму, або в Россию, або в Украине. Нет, нам говорят, вы або остаетесь тут, або идите на материн, имея на увазе именно Россию. Про Украину мовы вообще не идут. Были очень девакуированные опыты, что я через их учения тут стал агентом СБУ, что я приезжаю в Крым, чтобы агентовать школяров, но это между родителями моих одноклассников. Было очень много людей в Крыму заляканных и думают, что тут каждого хлопака, который приезжает сюда, отправляют на Донбасс стрелять в русских младенцев. Борьба за умы и сердца молодежи не проиграна. Он верит. Сознательная ее часть понимает. Перспектив в Украине больше. Когда я начинаю говорить со своими друзьями, которые молодежи за меня не год, например, когда я был на первом курсе, я им рассказываю, что вот я учился год, я там ездил в Европу по безвизу, подивился на Будапешт, например. У них очи округляются, они не понимают, как так возможно. В марте нынешнего года на временно неподконтрольной территории Донбасса и Крыма начал вещать телеканал «Дом». Основная задача нашего канала – это вернуть Украину в повестку дня оккупированных территорий Донбасса, Луганской области, Донецкой и Крыма. И, в общем, основная задача ни в коем случае не контрпропаганда. Мы просто подаем информацию согласно всех канонов журналистской этики и без кривых зеркал, только правда. Противостоять российской пропаганде сложно, говорят эксперты. Несмотря на это, бороться за каждого жителя Крыма и Донбасса нужно до конца. Наша страна – наш дом.